Очередная неформальная встреча глав государства СНГ прошла в Санкт-Петербурге 26-27 декабря. Рабочий завтрак, культурная программа в залах Русского музея. Семь часов напряжения закончились неожиданной историей. Хотел бы поблагодарить вас всех за поддержку этой инициативы. Для начала, во время ее открытой части Путин признал, что между государствами СНГ возникают разногласия, а предновогоднее настроение было испорчено у всех. Нет, обычно нет. Главы государств говорят о серьезных вещах. Ответил Песков на вопрос о том, будут ли политики обмениваться подарками. Путин снова поступил подло. И все же подарил руководителям восьми государств подарки. Я отбышу и поздравляю с наступающим Новым годом. Девять колец выполнены из металла, похожего на белое и желтое золото. На каждом кольце есть символика СНГ. Крупная надпись «С Новым годом» и две более мелкие «Россия-2023». Данную новость опубликовала провластная белорусская СМИ. Странные подарки получили президенты всех стран. Азербайджана, Казахстана, Киргизы, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Армении. И единственным, кто надел путинский подарок, оказался белорусский узурпатор Александр Лукашенко. Девятое кольцо осталось у самого Путина. Себе самому кремлевский саурончик сделал самое большое и толстое кольцо всевластия. Вероятно, наименование «орки» станет официальным обозначением российских военнослужащих. Разрешение использовать в армейских столовых человечину для макарон по-флотски и эскалопов сейчас в процессе обсуждения. Усатый пресек Путина. Песков не видит ничего особенного в поступке бункерного. Не видно, конечно, это акцентироваться, но нет, просто такой новогодний сувенир абсолютно. Ничего, как там особо. Как? И носить волю, он хочет говорить, что это не так? Нет, не так. В сеть сразу же взорвалась мемами, которые высмеивают такую инициативу кремлевского диктатора, проводя аналогию с произведениями Джона Рональда Руэлла Толкина «Властелин колец». Я бы не стал торопиться, пока есть возможность на халяву что-то поиметь от России, почему бы и не сохранять омертвевшее СНГ. Темный властелин Саурон выковал перстни для девяти человеческих королей, чтобы в итоге починить их своей воле – единому кольцу, которым владел сам Саурон. В произведении новые владельцы стали бессмертными рабами и перешли на сторону зла. В сети снова стали называть Россию мордором, но порабощение рода человеческого у Путина провалилось. Прочитали, что за поребриком один военный преступник сделал девять колец и думает, что это ему поможет нас победить. Мы читали Толкиена, и у нас для него только плохие новости. История действительно странноватая. Сразу же возникает куча вопросов. Например, кто снимал мерку с пальцев президентов и когда это произошло? А путинские кольца предназначены для ношения на конкретном пальце? Не учел и Путин, что мужчинам, которые исповедуют ислам, нельзя носить золотые кольца. Любитель придуманного в его голове истории создания мира, кажется, заигрался. Для чего и зачем? И не опасны ли они? Еще в старину были популярны такие перстни, внутри которых был секрет. В них имелись потайные полости, где могла храниться, например, порция яда. Любовь к перстням у Путина существует давно. Однажды он попал в скандал с воровством. Американский бизнесмен Роберт Крафт заявил, что российский президент украл у него перстень. По словам Крафта, в 2005 году на встрече в Санкт-Петербурге Путин примерил золотое кольцо чемпиона американского футбола, которое принадлежало бизнесмену, а затем положил его в карман и унес. Он надел его на палец и сказал, да я убить кого-нибудь им могу. Затем он положил его в карман и ушел в сопровождении трех агентов КГБ. Президент России шутил, выкручивался. Если это такая большая ценность для господина Крафта и для соответствующей команды, у меня есть предложение. Мы изготовим, я попрошу, попрошу наше предприятие изготовить какое-нибудь действительно хорошее, чтобы было видно, что это какая-то дорогая вещь, и с металлом хорошим, и с камнем, и чтобы это изделие из поколения в поколение передавалось в команде, интересы которой представляет господин Крафт. Но уже тогда потерял доверие, ведь не может президент совершить столь подлый поступок. Это очень важно, так же, как для нас до всех, имея в виду результаты нашего движения вперед. Пожалуйста, коллеги, кто хотел бы что-то добавить или что-то сказать дополнительно? Все? Спасибо. Скорее всего, эти персни как напоминание о прощальном саммите стран СНГ. Учитывая накалящуюся обстановку в мире, где никто из лидеров не хочет иметь никаких дел с человеком, развязавшим войну в 2023 году в центре Европы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!